Здравствуйте! Меня зовут Катерина Матвеева и сейчас все о самых актуальных культурных событиях Владивостока. Занятия по адаптивной гимнастике для людей старшего поколения пройдут в спорткомплексе «Арена спорта». На занятия приглашаются все, кто хочет обрести здоровую спину. Занятия проходят два раза в неделю, по вторникам и пятницам с 14.00 до 15.00. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация. Театр молодежи приглашает на инсценировку по мотивам одноименной повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Режиссер Герман Авеличев поставил опыт в двух действиях. С какого момента личность становится личностью? Что влияет на ее становление? Круг общения, воспитание, предрасположенность, социальный уровень? Какой из этих факторов можно считать ключевым? Ответ на эти и другие вопросы можно будет попытаться найти вместе с персонажами спектакля. Начало в 17.00 стоимость билетов от 200 до 400 рублей. Вечную историю любви представляет Приморская краевая филармония. Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит сюиты из балета «Ромео и Джульетта», а также арии, дуэты и сцены из мюзикла Ллойда Уэббера «Призрак оперы». Начало в 18.30 стоимость билетов от 600 до 1000 рублей. Премьера спектакля «Верная жена» состоится на сцене Академического театра имени Максима Горького. Это постановка по комедии «Сомерс и Томоэма» о жизни английского среднего класса. А именно одной женщины, которая внезапно узнает об измене своего самоуверенного мужа. Молодая, но мудрая Констанс понимает, что теперь ей предстоит принять решение. У нее есть своя точка зрения по поводу роли жены в семье и ее статуса. Ее взгляды не разделяет сестра и мать, но автору удалось очень точно описать разные женские точки зрения на весьма распространенную ситуацию. Ставила спектакль для Горьковки столичный режиссер Алла Решетникова. Начало в 18.30 стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. Лавкоток откроется в Фетисов арене. Гостям обещают незабываемый вечер в атмосфере творчества и любви. Ледовое царство с романтичной атмосферой, световыми эффектами, оригинальными фотозонами, а также много сюрпризов и развлечений. Здесь же будет работать лав-маркет. Ярмарка с валентинками, авторскими украшениями и аксессуарами, милыми и вкусными подарками. Стоимость билета 300 рублей, входной билет без выхода на лед 100 рублей. День открытых дверей в мастерской итальянской художницы Элены Эрадеэли состоится в Центре современного искусства «Заря». Художница приглашает научиться техникам обработки использованной ткани и одежды, продемонстрирует несложные техники вязания крючком и ткачество с использованием изготовленных вручную ткацких станков. Участники смогут создать узоры и элементы, связанные с их личной историей, опытом и воспоминаниями. Начало в 12.00, вход бесплатный. Празднование Широкой Масленицы пройдет на Центральной площади Владивостока. На главной сцене выступят народные творческие коллективы, хоры ветеранов и молодежи, танцевальные ансамбли. На самой площади установят несколько тематических локальных площадок и пройдет ярмарка изделий народных промыслов. Самые смелые и ловкие горожане испытают удачу и попытаются достать подарки с традиционного масленичного столба, высотой 8,5 метров. Также горожан и гостей приморской столицы ждут бои подушками, перепиливание бревна настоящей русской пилой на скорость, игра петушки, прыжки в мешках, прогулки на ходулях и другие конкурсы. Праздник начнется в 12.00 и закончится в 15.00 традиционным сожжением чучела зимы. После сжигания чучела можно посетить мастер-класс по славянской каллиграфии. Занятие проводит Приморский торговый дом книги. Проведет обзорную лекцию и мастер-класс преподаватель школы русской каллиграфии во Владивостоке, каллиграф-дизайнер Дмитрий Рыжов. Начало в 15.00, стоимость билетов 200 рублей. Обязательно предварительная регистрация. Приморская картинная галерея открывает третий сезон просветительского клуба «Музыкальный вернисаж». Данный проект Александра Вовненко успешно стартовал в апреле прошлого года и привлек немало почитателей изящных искусств. Концепция клуба основана на принципе взаимосвязи различных видов искусств, особенно музыки и живописи. Клубный формат предоставляет возможность свободно обмениваться мыслями, задавать вопросы, спорить. Очередная встреча будет посвящена жизни Михаила Глинки. Начало в 18.00, вход 150 рублей. На этом у меня все. Культурных вам выходных!